всем привет с вами алексей сегодня я приехал гости к своему хорошему знакомому коллекционеру селекционеру и он покажет нам один из своих фундуков которым очень доволен сорт полина давайте вкратце что это за куст кусту в районе 10 лет высота в районе трех с половиной метров 6 скелетных веток сформирован кустом вкус неприхотливый в этом году скажем так поливался давайте посмотрим какие орешки у него орехи очень крупные и самое главное они десертного вкуса круглой формы усыпан усыпан орехами пусть особо не подкармливался напоминаю то есть просто постоянный полив как и положено для фундука обратите внимание с учетом того что сюда уже подходили детки и так далее и сами люди кушали пробовали ведь уже плюска отрывается орех уже принципе готов вот такого плана орех круглый крупный и десертного вкуса сорт полина и какую бы ветку мы с вами не подняли какую бы мы не подняли она вся усыпана этими титанами не побоюсь этого слова плюс мы имеем море сережек морозостойкий сорт здесь экстремальные условия примерно 40 километров от харькова низина здесь всегда где-то на 5 градусов холоднее чем везде по харьковской области вот такая ситуация вкус неприхотливый супер морозостойкий не побоюсь этого слова каждый год радует урожаем при поливах урожай становится орех становится крупнее в полтора раза но даже без полива в экстремальных условиях вы получите огромный прекрасный замечательный орех я заходил во внутрь куста сейчас не буду заходить там орех достигает таких же размеров наверху орех достигает таких же размеров и с теневой стороны орех достигает таких же размеров маленького ореха я здесь не увидел он весь примерно плюс-минус одинакового размера я считаю в этом его большое преимущество потому что если вы хотите иметь очень крупный орех десертного вкуса то это может быть сорт полина так ну теперь давайте сейчас я немножко нарву нам орешка вот которые будут желательно отрываться это не обязательно орех уже принципе поспел он еще наберет мы сейчас возьмем себе немножко для эксперимента особо не выбираю какие попадаются есть попадаются одиночные двойные тройные по пять штук идет листере давайте вместе с вами будем чистить и как раз наблюдать за этим прекрасным орехом что я хочу сделать я хочу взвесить и сравнить этот орех с другими с конкурентами скажем так будет он лучше или хуже вот чем наш вопрос пока мне все нравится мне нравится размер мне нравится форма и еще раз повторяю мне нравится его десертный вкус вкуснее ореха я еще пока вообще не пробовал орех со временем набирает вкус через год он становится еще более насыщенный у него просто нереальное послевкусие конечно передать это невозможно смотрите это просто божественно без преувеличения я уверен сорт полина станет одним из лучших сортов украинской селекции и благодаря таким вот частным селекционерам и коллекционерам украина выйдет на первое место возможно даже по экспорту ореха но пока об этом еще рано говорить пока мы хотим найти собрать вот такие вот сорта которые достойны внимания и которые я думаю ничем не уступят своим импортным аналогом я не буду сейчас заниматься как мои коллеги там делать выходы ядра и все остальное я уверен здесь будет все в порядке почему я вам сейчас объясню значит кожура у него у этого ореха ну скажем так вот смотрите один не достается и мы его и доставать не будем орех скорее всего недоразвит либо что-то еще либо более скорее всего он недоразвит давайте попробуем да это может быть недопыление обычное недопыление все пока сюда значит понятно если орех из плюстки не вытаскивается значит и не надо и не хочет он не надо его и вытаскивать лучше его выбросить и там орешка скорее всего нет по крайней мере в том формате которые которые мы бы хотели иметь итак давайте посмотрим сначала вот как всегда тест пять копеек ну орех скажем так ну такой же как и все остальные может быть чуть чуть крупнее прекрасно закрыл пять копеек в свежем виде на весы все таки 7 грамм просто я взвешивал перед этим много раз все таки 7 грамм 7 грамм ребят свеженький да подсохнет минус 30 процентов ну я не знаю 4 будет 4 будет давайте его же прошлого года видите какой он цвет красиво еще набирает без поливной он получился меньше размером он вообще практически не поливался 4 полностью высохший орех самый высохший в мире который может быть 4 ребята шедевр оригинал самый настоящий шедевр вот кто интересовался шедевром вот посмотрите вот это настоящий шедевр свежего урожая из самого-самого надежного источника вот специально мне привезли вот запомнили ну много было вопросов по шедевру вот он настоящий шедевр свежий не высохший 3 грамма свежий да там есть покрупнее он без полива ну вы сами понимаете ситуация ясна да каталонский хваленый каталонский давайте послушаем ядро бултыхается внутри 5 копеек почти перекрываем в сухом виде 3 грамма так трапезунт мой трапезунт выросший у меня самый крупный орех ну один из самых крупных да у меня их там пару жмей не получается вот таких вот крупных 5 копеек он перекрывает ну еще за счет формы своей естественно вот замечательный прекрасный орех немножко подсох немножко 5 трапезунт еще пока не звенит высохший орех звенит однозначно однозначно по трапезунту если он большого размера а вот полина прошлогодняя она не звенит поэтому выход ядра я здесь ожидаю большой потому что ну ну толщина скорлупы у нее скажем так ну средняя тут я вижу где-то миллиметра наверное до двух миллиметров полтора чуть выше средней вот ну я думаю выход ядра будет не хуже чем у остальных отечественных сортов в районе 47 процентов может быть даже 50 такие испытания конечно же будут проведены при необходимости вот но это все попозже так как куст такой всего один и пока проводятся испытания ну давайте попробуем два четыре шесть восемь десять десять орешков 55 грамм плюс минус пять с половиной грамм в среднем весит первый попавшийся орех без 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 выбора я считаю прекрасный и достаточно крупный экземпляр пожалуйста 7 грамм морозостойки неприхотливый десертного вкуса орех сорта полина всем спасибо кто смотрел всем пока привет из Харькова всем пока всем пока всем пока всем пока